Это выдержанная шато-тамаль, игристая, по классическому методу. Газация довольно выраженная, мусса появляется много. Меловые почвы с малым количеством чернозема, бедные. И мы посадим туда устойчивые сорта, надеюсь, что пройдет. Приветствую вас, дорогие друзья! С вами на канале Водопьяновские виноградники. Я Олег Водопьянов. Сегодня мы рассмотрим тему игристых вин. И для этого я выбрал вино. Это выдержанная шато-тамаль, игристое, по классическому методу. 2020 год, экстра-блюд, розовая этикеточка. Это меня вино привлекло. И я решил для вас копнуть немного дальше. Я зашел на сайт. Вы сами знаете, что шато-тамаль – это у нас Темрюмский район Краснодарского края. И там есть очень прекрасная PDF-статья о данном вине. А мы можем говорить, что это классическое, выдержанное, игристое вино. И оно по стандартам подходит под шампанское. То есть, это 9 месяцев классической выдержки непосредственно вот этой вот бутылки. То есть, 9 месяцев выдержки в бутылке – это, в общем-то, так же, как и минимальная выдержка в шампане. Это вино сделано из нескольких сортов. И получается, что это блан-де-блан. То есть, каким образом мы это определяем. Блан-де-блан – это виноград. Виноград, то есть, сделанное вино из винограда белого, по белому способу. И здесь у нас используется шардоне, рислинг рейнский, пиноблан. То есть, если проводить аналогию с шампанскими винами, то, в общем-то, это был бы блан-де-блан. Но в нашем случае сюда, как я прочитал на контр-этикетке, на вот этом PDF-файле, который я оставлю в описании, сюда добавили по технологии карбонической мастерации сделанное вино из сорта винограда Сапирави. Что значит карбоническая мастерация? Это винификация целых гроздей, либо целых ягодок винограда в герметичной ёмкости без доступа кислорода. И это вино, судя по всему, взяли, добавили, смешали это всё и выдержали непосредственно в бутылке на осадке. То есть, это экстра-брюд без дополнительного добавления сахара. Даже можно прочитать, в какой формировке сделан виноград. Это кордонная формировка, тёплый регион. 20-й год был, в общем-то, не слишком удачный для данного региона, но менее, так скажем, проблемный, чем 2021 год. Там указано 9 месяцев выдержки на осадке. Не прописан даже непосредственно самим производителям, не прописаны никакие бриоши, никакие корочки хлеба, никаких дрожжевых тонов. В основном фруктовая и минеральная ароматика, которая подтверждает это и во вкусе. Это немного удивительно, что так пишет производитель, но ему, наверное, виднее. Мы можем попробовать и оценить данное вино. Я его хорошенько охладил. И что ещё интересно? Возможно, вам будет, что там написано даже целевая аудитория, кто должен покупать это вино и почему он должен покупать это вино. И интересно, это премиальные вина. Почему они премиальные? Премиальное белое вино, шампанское по классической технологии. Виноград засыпается в пресс после дробления. И то, что отделяется от него самотёком, то есть это самотёчная фракция, считается она самая чистая, самая классная, самая дорогая, которая есть из винограда. И плюс ручной сбор – это сусло, это вот непосредственно виноградное сусло. После непродолжительной мацерации шардоне и рислинг на мезге уже идёт на производство данного вина на ферментацию. То есть плюс ручной сбор – это самые такие технологии, которые применяются для производства качественных вин. В том числе и шампанских, они тоже фракции там разделяют. И здесь получается, что категория потребителей – это мужчины 35-50 лет, можете почитать, это забавно, с достатком среднего и выше среднего. Так что, возможно, мы попадаем в эту категорию. Сколько стоила эта бутылка? 650 рублей. Я был у родителей, у них есть чудесные там магазины, пятёрки, магниты. Это было куплено в пятёрке. А чем они чудесны? Да тем, что там цены на 100 рублей ниже, чем у нас, без всяких акций, скидок и всего остального. То есть я смотрел эти вина и в Ашане, по-моему, или в Ленте, и там ценник был 1000-1100. То есть, в общем-то, практически за полцены куплено это вино. Пока я буду открывать это вино, то есть оно в прекрасной классической этикетке, качественные материалы, и поэтому говорят, что мы должны эти вина покупать. Здесь у нас прекрасно оформленное мюзле, планкетка. Мюзле не слишком жёсткое, довольно мягкая проволока, крашеная. Ну, оп, не совсем у меня получилось. Хотя я вино не взбалтывал, оно вчера приехало. Газация довольно выраженная, мусса появляется много. Ну и, соответственно, вот в этом бокале перляж очень мелкий, очень деликатный, и он начинает подниматься прямо из вот этой вот выпиленной части. То есть, этот бокал специально сделан для красоты вина, но у него недостаточный именно объём. Цвет вина такой немного, я бы сказал, несколько икриной лососёвый. Вино прозрачное. Аромат уже заполнил, с учётом особенно того, что я тут выплеснул, заполнил уже комнату. Немножко сернистый аромат, не могу пока разобраться. Да, бриошные темы, наверное, всё-таки, то есть, лизатные тона есть, и оно уже не яркое фруктовое, это вино. Такая небольшая вот именно горчиночка есть в аромате. Вот, если честно, даже не могу разобрать, какая ароматика. Наверное, небольшое количество есть красной смородины. Приходит ещё на ум мне шиповник. И, наверное, вот сортовые характеристики всё-таки Сапирави. Пытаюсь выводить из него. Но вот шардоне здесь, наверное, чувствуется. Рислинг фруктовый точно нет, как в эндемах. Это всё-таки выдержанное вино. Да, наверное, немного лимонной цедры, чуть-чуть цитрусовых. Даже, наверное, грейпфрут за счёт своей такой вот горчинки. И, может быть, немного вот такой вот маракуйи. То есть, с её запахом вот этих вот косточек. Такой вот специфический у неё аромат. Немного с душком. Вот примерно туда же, в ту сторону стремится это вино. Ну что, попробуем данное вино. Оно такое маслянистое, довольно тяжёлое в теле. Во вкусе гораздо более дружелюбное вино. Это экстрабрют. Но это точно не кисляк. Однозначно, он больше по плотности, чем чистый блан-де-блан, который без добавления саперави. Есть более выраженная фруктовая концентрация у этого вина. Красная смородина. Да, немного цитрусовых тонов. Грейпфрутовая горчинка. Немного дрожжевых тонов. Кислотность хорошая у этого вина. Довольно длительное послевкусие. Мусс в вине очень нежный, очень деликатный. Как говорят сами французы, то есть у них блан-де-блан, это вино более лёгкое. Блан-де-нуар, из пина-нуара, более тяжёлое. Здесь какой-то получается смешанный вариант. С чем бы можно было сравнить это вино. В ценовой категории оно идёт с Абрау Дюрсо, Виктор Травиньи, выдержанный экстрабрют. Он мне показался более такой фруктовый, более сочный. Это вино, наверное, немного построже. Это гораздо больше здесь горчинки. Странные ассоциации таранки. И вот именно грубого какого-то такого хлебного лизатного аромата. А, ну опять же, таранка, это может быть опять соленистые такие тона, слегка солоноватые. Это может быть опять же минеральность идёт из этого вина. То есть вино, в общем-то, стоит своих денег. Однозначно не кисляк, можно пробовать. Но оно такое сдержанное, строгое, подчёркнутое вот этим своим соперави. Вот такой вот образец. Возможно, он раздышался. Может, какие-то ещё интересные тона узнаем. Да, с преобладанием маракуйи. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вау, от этого вина, к сожалению, не получилось. И по скриптам. У нас есть отдушина. Это наш проект, который проходит согласование. Это 9-10 гектар земли, которые мы в специальной земли. То есть это подобранная земля, которая в меловые почвы с малым количеством чернозёма, бедные. И мы посадим туда устойчивые сорта. Надеюсь, что пройдёт в администрации согласование успешно. Поэтому, если хотите знать об этом, мы обязательно будем держать вас в курсе. Подписывайтесь. Дальше будет ещё интереснее. Всем пока.